Всем привет, с вами Юмилия. Ну что, мы сейчас на Твиче будем смотреть за котуна. Если хочешь с нами, играть вместе, смотреть аниме, видосики, в прямом эфире, то залетай на Твиче, ссылка внизу в описании. Видосик о моей взрослой травме, это на самом деле что-то новое, потому что обычно все делают ролики про детские травмы, и это прям такая уже рубрика, реально, у многих аниматоров. Вот смотрите. Прожить до 18 лет и не получить ни одного шрама, это даже немного странно, как по мне. Про свои детские травмы рассказали уже все, по-моему, и по несколько раз, включая меня. Но оказывается, в Павзравслев мы не получаем магический щит, который нас от всего защищает, прикиньте. Поэтому сегодня я решил рассказать про травмы, полученные уже в осознанном возрасте. Вообще... Там психологические тоже будут или только физические? Упасть на льду в детстве не то же самое, что упасть на льду в возрасте. Если в первом случае вы встанете, отрехнетесь и пойдете дальше, в худшем случае с синяком на коленке, то во втором вы рискуете больше вообще не подняться. Я реально не понимаю, почему и как это работает. Серьезно, вот действительно. Вроде бы, ну вот выросла, да выросла. Может быть, растяжка стала хуже, какая-то гибкость ушла. Ну прям так больно падать. В детстве такого не было. Обычно в детстве мы травмируемся из-за своей глупости, неопытности, любопытства, что снимает с нас часть ответственности. Ну вот во взрослой жизни травмы, хоть и происходят реже, зато намного чаще бывают несовместимы с жизнью. О чем я? Если детская травма у нас ассоциируется с чем-то типа упал с велика, разбил коленку, то взрослая травма это что-то типа Семеновича придавила машиной из-за уехавшего домкрата. Да, разница в масштабах. И я не говорю, что ребенка не может намотать на станок во время работы, но со взрослыми такое случается чаще. Лично мне в зрелом возрасте повезло больше, чем в детстве. Чего-то серьезного я не заработал, кроме сколиоза, радикулита, лишнего веса, отдышки. Это типикал. А, да, травмы. Они все-таки... Травмы, а не болячки. Про болячки, мне кажется, можно говорить вечно. Случались. Например, травма душевная, когда тебе постоянно мешают и не дают поиграть в Ханкай Старрэ... Боже, знаете, что я сделаю? Я вырежу момент с Ханкаем, потому что... Мне обидно. Всех заказали рекламу, а у меня нет. Мне можно было даже бартером заплатить, просто накинув на аккаунт валюты. Но нет же, нет же, никто этого не делает. Знаете почему? Потому что я в реакциях, когда показываю свои видосы, у меня тоже могут светиться те или иные игры. И зачем мне как-то платить дополнительно, заказывать у меня рекламу дополнительно, если у меня игра и так засветится. Поэтому я все вырежу. Что с микрофоном? А что, со звуком что-то не то? Нормально все со звуком? Напишите, пожалуйста. А что никто не пишет? Боже. Норм. Все, норм. Все. Отлично. Верю. Все. Теперь смотрим дальше. В описании или по QR-коду и получить до 80 прыжков в игре. Чудесное межзвездное приключение ждет вас. Может помните, одно время во всех новостях только твердили об опасных самокатчиках, которые угрожают обществу своей безграничной властью на дорогах? Так вот. Это грустно. Я один из них. Я тоже была. Ну, мы нормально катались на самокатах, на своих, не арендованных. У нас классные самокаты с сидушками. Ну, из-за вот таких вот всех вот людей с этого видео, и не только, к самокатчикам в целом, относятся как к говнюкам каким-то, а не как к людям. И поэтому там всякие правила, ограничения вводят. И это прям очень-очень-очень-очень бесит. Мы даже подумали, что вот сейчас хотим прокатиться в последний раз на самокатах и будем их продавать. Ну, потому что в целом в Уфе очень мало велодорожек. Ну, и кроме того, все эти правила ограничения, ну, такое себе. Мам, смотри, это же этот... Как ты их называешь? Опезда... Что? Что? И нет, слава богу, я никого не убил и никуда не врезался. Все проще. Летя по безлюдному тротуару на максимальной скорости, я резко попал на крупный гравий. И заднее колесо самоката просто выбило из моих ног на одно из кочек. Он сделал круг вокруг своей оси и прилетел мне прямо по лодыжке с другой стороны. Вот в этом минус самокатов, которые ты как бы, ну, арендуешь, или каких-то, ну, недорогих самокатов. Было больно. Прилетело так, что я целый день потом еще ходить не мог. Хорошо, что у меня есть электросамокат. Так что, да, шрамы можно и во взрослой жизни получать. Какая слеза. Но есть вещи и поопаснее самоката. Например, кататься на мотоцикле в ноябре по заснеженным дорогам. Зачем? Ага, понятно. Дурачок. Ну да, тут я сам виноват. Но в свое оправдание скажу, что я не просто так покататься поехал. Мне нужно было его перевезти. А отдавать деньги за эвакуатор, ну, пожадничал, да. Просто он мим перетел. Но ехал я аккуратно, тихонечко, по обочине, никого не трогал, и все шло по плану. До тех пор, пока я не выехал на проселочную дорогу, которая уже вся была в снегу и наледи. В один прекрасный момент мне навстречу выехала машина. Не очень хорошо звучит. Ну, вот мне и пришлось ей уступать путем съезда на обочину. Съехать-то я съехал, а вот выезжая оттуда, колесо попало на наледь. И... Жестко. Ничего серьезного, я скорее не упал, а положил мотоцикл на себя, но... Это еще ему повезло. Даже так моя ляжка не сказала мне спасибо. Как-никак 150 килограмм веса. У мотоцикла, не меня. Как результат, ушиб и недельная хромания. С тех пор, по снегу, я предпочитаю ездить на машине. Так, ролик все идет, а еще ни одного падения с высоты. Так что, с вашего позволения... Любил чьи-то губы. Но одной из прошлых работ произошло то, чего я боялся всю свою жизнь. А именно падение с лестницы. Знаете, вот эти дешевые стремянки, забираясь на которые, тебя вместе с ней трясет как припадочного. Я поэтому на них вообще никогда не забиралась. Если нужно что-то сделать со стремянкой, я всегда ливаю с таких мероприятий. Ну блин, честно, мне очень не по себе и стремно. Никогда не вызывали у меня доверие. И не зря. Забираясь по одной из таких, чтобы заменить ламп... У меня, кстати, отец же упал с такой и руку сломал на работе. ...пачку над входом в цех. Эта самая стремянка взяла и покатилась в сторону. Да, ненадежные они какие-то. У меня была всего одна секунда на принятие решения. Либо я лечу вместе с ней до конца и приземлившись разбиваю себе руки, лицо, колени, либо прыгаю. Был выбран второй вариант, что спасло меня от серьезных травм, но не помешало стукнуться коленкой об эту стремянку во время приземления. Как итог, правильно, опять недельная хромания. Сколько можно? Ушибы и синяки это, конечно, хорошо, но был случай, когда я чуть не лишился зрения. Вроде еще не рассказывал. Произошло это на кабельном заводе. Может, замечали на проводах различные надписи с характеристиками? Так вот, их наносит специальный принтер, который как бы брызгает краской на провод, пока тот движется по конвейеру. Однажды во время моей смены краска вдруг перестала поступать, а провод без маркировки считается браком, так что я остановил линию и начал разбираться. Крутил, вертел, чистил, ничего не помогало, и в один момент я решил лично проверить, что с ним не так. Как думаете, что прыгать? Кстати, прикольно, что он акцентировал на этом внимание. И зашло. Краска написала. По всем законам комедии он вдруг решил заработать и брызнул мне прямо в глаз горячей краской. Было очень неприятно, но мой глаз спасла вода, которая была прямо передо мной в ванночке. Она нужна, чтобы охлаждать кабель на конвейере. Я моментально бросился к ней и начал промывать глаза. Испугался тогда знатно и еще несколько часов после этого не мог полноценно видеть. Но... Боже, я не знаю... В итоге все обошлось. Это самое главное! Я мог и не потерять зрение. Но точно бы остался с маркировкой на глазу ОГГНГ 3 на 1,5. Блин! Это жестко! У меня, когда я готовила, ну буквально сколько месяц назад покушать котлетки, там было маслице, все вот это разогретое, и я переворачивала котлетку. И масло начало бушевать и выплескиваться из сковороды, и каким-то образом, я не знаю как именно, мне масло попало в глаз, я просто замежала как ненормальная, заматерилась, заругалась и побежала в ванну как можно скорее. И, блин, мне просто попало горячее масло в глаз, его не так много там было, но все равно было больно и неприятно. А здесь краска горячая, жесть! Приятно осознавать, что ты уязвим, но что поделаешь, такая жизнь. Понятно, что у меня была еще куча ссадин, синяков, ушибов, но там рассказывать нечего. Но об этом другом пить, а вот так? Напоследок, хочу сказать, береги... Как-то он меня удивил, но там рассказывать нечего, это неожиданно, как-то необычно. Пить из себя в любом возрасте, а то, знаете, внезапный кирпич на голову никто не отменял после 18-ти. Конечно, глупо ходить повсюду в каске, но хоть иногда... Отец Кота, мило, очень мило. Вверх. Пока-пока. И наверх, и вниз, потому что вот особенно зимой можно подскользнуться. Вот недавно мама Рустема, ну, получается, когда в Уфе еще было снежно, он сколько там, два месяца назад, где-то плюс-минус, она шла по снегу вроде бы, и оказалось, что под этим снегом был лед. Она подскользнулась и сломала лодыжку. И нужно быть всегда на стороже. И я думаю, что если бы не Руся, я тоже бы так постоянно падала. Именно поэтому я ненавижу зиму. На самом деле, я могу бесконечно про это говорить, но каждую зиму я подскальзываюсь постоянно, и Руся меня просто постоянно ловит в эти же самые моменты. Я полностью присоединяюсь к Закатуну, что нужно всегда себя беречь. Как говорится, беречь здоровье и Смолду, и во взрослом возрасте, между прочим, тоже. И довольно необычно, что я и в прошлый раз делала некий подобный вывод, когда смотрела его ролик, и делаю его и сейчас. Интересно было бы, кстати, посмотреть ролики от других аниматоров про взрослые травмы. Может быть, Закатун сдаст некий такой тренд. Ну а с тобой была Юмелька. Надеюсь, что ролик поднял тебе настроение, помог как-то вот расслабиться, немножко почилить. И пока, еще увидимся.